так привет всем если кто помнит я сегодня днем на морозе рисовал вот этот рисунок коровка сегодня сама не ходила и не взял чтобы она не простудилась на морозе вот она прибежала посмотреть чего тут наделали видите наделали мы вот эту вот картинку сиди смотри будешь помогать так мешай только а помощь ее в том чтобы здесь ножками мне значит не давала сдвигать эту самую картинку и так что мы имеем я вот к чему сегодняшний разговор так вот помните когда я сегодня днем рисовал я сетовал что вот получились разные линии что если рисовать просто ручкой вот этой вот перевой моей волшебной китайской ручка с шикарным золотым пером который я купил то всего за 500 рублей на машинном рынке в москве есть там еще вот такие вот чудеса перо шикарнейшие я его сегодня демонстрировал здесь и вообще я вот им рисую но не только им я многие перья так под подачиваю себе что мне это дает но еще зависимости от того какими чернилами заправлена из чернила растекаются есть не растекаются ну и так далее сегодня речь не об этом вот она дает мне вот возможно сделать вот такую вот тонкую линию видно вот делать более-менее такую вот видите она разнообразная даже ну потому что так заточен этот кончик и его подтачивал несмотря на то что это золотое перо его конечно очень нежелательно трогать но я с большим риском и с большим большим опытом все таки берусь чуть-чуть подгибать юстировать короче говоря эти перья иногда получается в половине случаев порчу но потом как-то исправляю но уже не то и тем не менее вот эта ручка у меня на сегодняшний день такая самая рабочая в чем ее прелесть и вообще в чем прелесть рисунка пером в данном случае ну пером может быть перо и вот такое вот отсюда же мы пошли от этих перьев видите вот они старые старинные такие вот перья я еще могу сегодня показать может быть покажу по ходу разговора вот возможно вот еще есть ну как бы за незаменителя параллельная такая перу вещь как ресфедер перья тоже разные ой у меня этих перьев немерено да и ресфедеров достаточно много если их начать хвастаться но это отдельный разговор вот есть такой ресфедер видите ну кстати уж коли начал хвастаться как говорится коль пошла такая пьянка режь последний огурец здесь вот это все отвинчивается держится и вот эта штучка крутится что это дает сейчас покажу сейчас рисунок себе испорчу ну он фоном у меня служит это ресфедер вот этот вот видите какое для кругов и эллипсов то есть мы делаем вот такие штуки он крутится видите как вокруг своей оси ну в данном случае не очень хорошо получается я уже немножко и разучился но смысл в том что этим ресфедером рисовать надо как бы его крутить но это для черчения же инструмент вот чем дело поэтому здесь сейчас не очень хорошо получается когда это вставлено когда ведешь эту линию по лекалу то он сам вот поворачивается проворачивается ладно речь не о черчении речь не о ресфедерах и отвлекся извините речь о перьях и в данном случае вот вот об этом пире где она у меня ручка вот все было хорошо сегодня кстати говоря эти чернила на морозе все-таки замерзли что это за чернила гамма видите вот из чего они сделаны я не знаю узнать сейчас не хочу выяснять мне неважно замерзли замерзли их тут же заменил пусть кому надо париться с этими самыми с технологиями с химией я заменил и тут же нарисовал вот и все сейчас я это добавлю но речь вот о чем сейчас я расскажу о своем открытии поделюсь сегодня я сегодня я давно это сделал мы сегодня довел до ума и итак вот ручка волшебная она пишет так я ее могу повернуть она тогда пишет так а если ее возьмут таким хватом мелковым называют как художники держат я могу и рисовать вот так вот я могу и вот так вот рисовать видите я ей рисую рисую вот что нужно мне от пера пером в общем-то чертежным гравюрным инструментом ну вот запачкал себе руку опять будете говорить что у меня под ногтями грязно да нет это просто чернила туда заливаются видеть вот не знаю как избавиться ладно итак в чем прелесть первого рисунка в живости рисунок это живая вещь чертеж это чертеж я тут недавно сделал одному из блогеров в общем-то как бы маститых учителей я сделал ему замечание что он учит не рисовать а чертить а я вижу эту разницу я дизайнер чертежник архитектор я еще и художник кстати я еще и компьютерный компьютерный график то есть я ее преподавал очень долго видите и поэтому я умею различать чертеж рисунок фотографию по всем по всем признакам и по технологиям так вот чертеж это чертеж это чертеж это перспектива это все правильно даже чертеж рукой ну какая разница если я умею например рисовать круги там например и и и и эллипсы и прямоугольники вручную худо-бедно то может быть иной раз и и линейка не нужно ну уж по крайней мере прямые линии ты я проводить могу до линейку не надо вертикальные и прямые углы я тоже могу проводить треугольник не нужен 45 градусов пожалуйста 45 градусов пожалуйста вот не совпало похвастался просто сейчас ну это не проблема это все решается так или иначе у иной чертежник хуже по линейке это начертит нежели я это от руки делаю то есть принцип то главное это не рисунок даже вот это это сухая чертежная линия рисунок это вот это рисунок художника в данном случае да рисунок может быть еще и технический технический рисунок это вот примерно это да есть даже учебник по техническому рисунку вот там техническому черчению там такая имитация гравюры вот как правильно заполнять у меня это книжка есть все старые еще чуть ли не дориционная по вот этому техническому рисунку потом технический рисунок как правильно обрабатывать там например поверхность это все делалось в свое время для типографии почему это делалось в графике это я потом как-нибудь расскажу откуда берет свою родословную вот такой вот рисунок гравюра в частности да это же не просто так и почему до чуть ли конца прошлого века наверное до 70-х годов был востребован вот такой вот рисунок именно он востребован был конкретно в типографиях да потому что не было офсетной а тем более компьютерной цифровой печати ладно опять я отвлекся могу много много интересного рассказывать но я сейчас говорю немножко другом вот это вот техническая штриховка можно сказать а есть еще более примитивная вот я шар тут попытался сделать наспех заштриховать потому что печать типография не терпит пятна раньше типография пятно передавать не могла была офсетная печать там всякое разное то есть темное пятно набиралось только штриховкой вот такой вот если вы посмотрите старые газеты старые журналы там все точечками 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 но такова технология печати отсюда пошел вот этот технический рисунок сегодня его пытается и имитировать сегодня он не нужен опять речь не об этом речь о живости речь о рисунке что такое человеческая рука вот посмотрите она смотрите какая пластичная рука пластичная жизнь наша пластичная вот коровка она не прямоугольная видите вот она веселая вот она вот такая вот ну здесь нету прямоугольник кстати я там же этому товарищу которому я сделал замечание а его не про уберу-ка я греха подальше этот рисунок него еще доделывать надо вот этот товарищ он что делал он пишет как научиться правильно рисовать дом в перспективе и начал показывать он этим людям что для этого надо провести линию горизонта надо построить вертикально стену надо к линии горизонта построить другую стену фронтальную значит будет у вас сходиться здесь это будет сходиться здесь значит окна вы будете строить вот по этой перспективе вот эти окна вы будете строить так и это он все рассказывает людям которые пришли учиться рисовать может быть я уже сказал что пройти это надо но для людей которые пришли рисовать сейчас нужно ли знать черчение я не знаю а знал ли черчение вот в такой вот мере вот как даже сейчас мы чертим да вот я сейчас черчу например вот что по-вашему я рисую вот это вот я нарисовал что вы считаете да нет дорогие товарищи это я сейчас чертеж делаю это ручной чертеж кроки их называют там еще раз разного есть название вот просто я вычерчил вычертил вручную дом в перспективе скажем так ну на скорую руку меньше меньше там столб вот столб здесь вот он так он рассказывает что на этой линии стоит столб вот сюда он так вот поднимается а там линия значит горизонт уходит туда значит стоп там будет такой вот и значит он будет все меньше и меньше тот столб будет такой этот будет столб больше этот будет столб еще больше там человек здесь будет вот такой вот а тот который там дальше туда вот значит должен быть вот такой ну это школа это азы я не знаю для меня это детский класс о детский сад понимаете ну я это товарищи дорогие это это не рисование это не рисунок это чертеж сделаны вручную не путайте ради бога вы же хотите наверное рисовать а не чертить конечно и чертить надо уметь ну 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 извините а где ваши 17 лет если вы пришли если вы на двойку там учились школе потом все забыли и сегодня в 40 лет вы решили вы решили научиться рисовать так вы все таки решили научиться чертить или решили научиться рисовать о вопрос интересный конечно хорошо и правильно идеально и профессионально и грамотно рисовать желательно зная вот начертательную геометрию но это не обязательно совсем возьмите мировые имена художников ван гог тот же самый там я не знаю ну есть много таких до зверев анатолий еще много я у меня плохая память к сожалению на имена ну вот все вы знаете достаточно самодеятельные но великие художники их много они не умели так чертить они каждый вспомните мунка крик где там черчение там крик есть в картине там ноль черчения возьмите живописные работы знаменитые великие где там черчение нету там такого черчения то есть художником можно быть не будучи чертежником если у вас уже нету времени вот эти вот пять лет в школе от пятого до десятого класса пять лет в институте еще десять лет если у вас десяти лет нету на изучение на чертательной геометрии я говорю а художником хочется быть вы можете им быть прямо сегодня для этого не надо вот это уметь чертить я опять отвлекся но вы сейчас поймете почему дело в том что вот это черчение оно требует чертежных инструментов вот этих вот линеров всяких даже вот этого рейсфедера вот это инструмент чертежника и мы я им чертил там я не знаю двадцать лет я им чертил вот он знаете да сегодня его заменили линеры и рапитографы а рапитографов не было в мое время вот видите какая идеальная линия тоненькая волосяная я его так вот чуть-чуть расширю он даст мне соответственно толще линию еще расширю он мне даст еще более толстую линию хороший ручной инструмент вот дающий разную линию я это все черчение вот опять руки видите какие а я художником хочу быть я уже был чертежником великолепным между прочим с высшим образованием архитектором а потом я стал художником ну я как бы параллельно всегда был но сейчас я больше художник и я понимаю что вот так вот рисовать не надо это это не рисование рисовать надо что бы ты в руки не взял что бы ты в руки не взял взял ты вот этот вот рисфедер так ты им рисуй не черти а рисуй а что такое рисовать рисовать это вот я коровку показывал видите она живая если я ее начерчу вот этими сухими линиями ну давайте начерчу бедненькую начерчу несчастненькую так еще надо они же что учат в школе они неправильно учат они говорят нарисуйте круг правильный там или неправильный ну вот пример да нарисуйте второй круг или там полукруг идите значит вот все кругами там рисовать надо да кругами или прямоугольниками они от черчения идут вот взяли голову вот так вот нарисовали вот здесь отрезали вот здесь сделали здесь поставили два кругляшка здесь поставили треугольный ухо здесь поставили треугольник уха, да, здесь нарисовали круг туловища, здесь нарисовали, поставили циркуль, и по циркулю провели полокружности, да, потом эту линию и эту линию поставили циркуль, сюда провели вот так вот полокружности, сюда поставили, здесь провели так полокружности, голову ей соединили, вот это вписали в прямоугольник, да, лапку ей сделали, или нарисовали здесь круг. Ну, начертили. Я сейчас, видите, все равно рисую. Начертили. Лапку начертили. И рано или поздно мы получим нашу коровку, составленную из геометрических объектов. Так мы ее нарисовали или начертили? Я и говорю, что вас учат чертить. Вас не учат рисовать. А рисовать, я рассказываю, надо с закрытыми глазами. Вот вы ее посмотрели, да? Вот она у вас такая сидит. Вы взяли какой-то инструмент любой, живой. Она же живая, у нее здесь толще, там тоньше. Она вся разная. И вы вот взяли в жест, вот ваши руки, они вот такие вот. Они не руки чертежника, не по линейке буду я. Я беру, я попадаю в нее, я вот так вот. А, вот такая вот она, вот такая. Ой, так вот пошла вот так. Ой, такая вот так вот. Вот. И вот так вот. И здесь. И у нее появляются, она оживает. Вы понимаете? Да и линия разная должна быть. А вот от такой вот до такой вот. От такой вот. Я, может быть, ее чертежно не совсем правильно нарисую. Но она будет интересная. Она будет забавная. Она будет моя авторская. Да, понимаете? Страшненько нарисовал. Ты меня прости, корова. Это я тут объясняю им, да? Вот. Вот это рисунок. Вы понимаете? Вот это был чертеж. Чертеж делается сухим. Вот даже здесь, видите, у меня вот эта вот линия рисовальная получилась. А настоящий чертеж – это вот. Что я хочу от пера? Что я хочу от карандаша? Вас учат чертить. То есть, круги там. Так, так. А я хочу максимально вот эту вот сухость убить. То есть, я хочу проводить линию, чтобы она вот такая была. Разная. У меня и рисунки поэтому такие. А вот теперь посмотрите сюда. Вот он. Вот поэтому он вам нравится. Не потому, что я его начертил. И не потому, что я это сфотографировал. А потому, что я это нарисовал своей вот этой вот золотой рукой. И вот этой золотой ручкой. Вот. Рисунок, он должен быть живым. А жизнь, она во мне находится. Вот я живой, я беседен Олег Владимирович. Мне 70 лет. Все 70 лет я вкладываю вот в эту линию. Вот в эту. Вот как я ее умею. Вот у меня сейчас вот у меня руки трясутся, например, да. Я состараюсь скоро. И значит, моя линия будет вот такая. И это будет мой авторский рисунок. Пока я... Моя линия упругая. У меня уже кончилась бумага. Подожди, сейчас. Пока моя линия... Пока я сам упругий. Пока я сам еще живой. Пока я еще не совсем инвалид, да. То и линия у меня вот упругая, разнообразная. Интересная. Вот в какой я есть. Вот такая моя... Такие мои рисунки. Если ты человек по жизни корявый, если ты похабный, если ты сухой, если ты, ну, я не знаю, еще наполнен какими-то, то у тебя все это и будет коряво. Вот я так не смогу. Вот так, вот так, вот все будет как-то... Если ты по своей этой натуре технарь, а не художник, не гуманитарь, если ты технарь, то у тебя и будет, ты возьмешь карандаш даже, который, или кисть даже, ты возьмешь карандаш и будешь чертить. И рисунки твои будут соответствовать тебе. Вот в чем суть, так сказать, моей парадигмы. Самогармонизация. Мой темперамент выходит в жест или наоборот с помощью воспитания в себе жестов специальных, разными упражнениями, занятиями, спортом, музыкой. Это все воспитание своего тела и своих чувств. Я обретаю вот эти вот линии. Вот живые. Линии художника, понимаете? Теперь смотрите, чем отличается художник от чертежника. Если перед чертежником посадить, вот эту банку поставить, вот она банка тут, видно? Вот банка, да? То два чертежника, два отличника, а не пятерышники по черчению, им дать задание начертить, ну или нарисовать, как чертежником, вот эту банку. Они два, они не глядя друг на друга, они этот сделают правильный эллипс, этот сделает тот такой же эллипс, правильно? Они же сюда смотрят. Этот ровно столько отмерит, и этот ровно столько отмерит. Короче говоря, два чертежника начертят два идеальных чертежа вот этой баночки, и по идее они у них будут идеально похожи. Помните задание по черчению? Все приносили, вас там задавали куб начертить в аксонометрии, все приносили, у всех был одинаковый куб. И за то, что он был одинаковый, как вам его задавали, вот, за то, что и вы его правильно начертили, вам ставили пятерку. И вот 10 человек, 10 отличников, и у 10 отличников 10 одинаковых кубов. Это черчение, оно нам не нужно. Мы хотим быть художниками, мы хотим быть авторами. Автор – это тот, который из куба сделает что-то свое. Что? А вот это уже творческий вопрос. Но 10 художников, если собрать, каждый нарисует куб по-своему. Это будет куб, но он будет... Мне, как всегда, бумаги не хватает, пойду же бумагой. 10 художников нарисуют 10 разных кубов. Я не знаю, как. Вы же знаете вот это вот. Пикассон рисует куб. Ну, я сейчас... Я не буду сейчас в эту игру играть, но Пикассон рисует куб такой вот. И скажет, что это куб. Может быть, это будет куб. Вот. Ну, или как-нибудь... Он обоснует это. Да? Как-нибудь так. Кто еще там? Ван Гог, Гоген. Господи, я их почему-то все время путаю. Но так или иначе, тот нарисует куб вот так вот. Может быть. Таким желто-синим, да? Тоже будет куб, да? Кто там у нас еще из художников-то? Ладно. Ну, реалист нарисует куб вот так. Он его в перспективе нарисует, да? О! Реалист так куб нарисует, да? Сейчас не об этом речь. Но вы понимаете, вот 10 человек, 10 разных художников, 10 авторов, 10 авторов, они нарисуют разные кубы. Уже они же даже... Понимаете, в чем дело? Даже если они будут просто по абрису его рисовать одинаковым, ну, вот этот вот стандартный, начерченный куб, то какой-нибудь старикан нарисует этот куб вот так вот. Ну, рука дернулась у него там, да? Больной. Сердце болит. Вот так вот. Вот. Нарисовал кряхтя, да? Его. Вот. И тут раз и умер. О! Это вот куб 90-летнего старика, да? Молодая девочка, кстати, они вот так вот как-то держат, фигушкой как-то эти карандаши держат. Я еще, кстати, еще не рассказывал, как правильно нам держать карандаши. Но я когда смотрю, как молодежь наша держит карандаши, как они только не извращаются. Они их и так вот держат. И как-то и так вот держат. И вот так вот держат. И вот так вот держат. Я где-то даже специально собрал целую коллекцию вот этих фотографий, как они держат карандаш. Но это же извращение вот так вот рисовать. В то время как есть отработанный веками мастерское правильное держание карандаша. И тут смотрите на мои руки, Я так и делаю. Меня воспитывала бабушка-гимназистка, которая меня с 4 года чистописание учила. Ну вот. И именно я могу с карандашом обращаться как угодно, и вот он у меня, вот он. И так далее. Китайцев еще спросите, как они палочки держат. Вот. А девочка какая-нибудь, которая вот в современном офисе сидит, она вот так вот как-то держит карандаш, вот так вот. Вот. А она будет коряво-коряво вот так вот карандаш рисовать. Так вот. Нет, даже нет, у меня лучше получается. У нее получится копот какой-то такой, может быть, да? Ну, какой-нибудь там технарь, торопящийся и знающий основы черчения, он так вот нарисует. О, ну это художник, нет, хороший, не рисует. С подстрелами с такими, да? Не, это архитектор так нарисует, да? Так я нарисую, да. Живописец, живописец нарисует куб. Ну, видите, и это даже просто по виду, да? А еще же у них фамилии есть. Живописец нарисует куб как-то вот так. Ну, вот тут же возьмется раскрашивать, тут же тени начнет рисовать, да? Вот тут тень нарисует, тут этот рефлекс будет рисовать, тут, значит, это вот как-то так. Так, а если еще он художник-автор, он его куб сделает дырявым, поставит сюда цветочек. Ну, это же куб, но тем не менее с цветочком будет такой вот куб. Вот, а та же девочка, которая раскрашивала, она здесь нарисует какую-нибудь смазливую рожицу такую, да? Вот, кубик начнет у нее улыбаться, здесь ушки нарисует. Вот, а здесь мозги будут. Вот, смотрите, это кубы, которые рисовали художники, правильно? А теперь вспомните, что нам сделали пять чертежников, да? А пять чертежников нам сделали, пять вот таких вот одинаковых, идеально одинаковых, и получили за это пятерки. А я не поставлю пятерку вот за такой куб. Как бы вы правильно мне не срисовали фотографию, если я там не вижу вашего авторства, все, чем больше вы стараетесь рисовать фотографии, тем вы для меня хуже художник. Ой, как я долго-то могу говорить, хотя начинал совсем о другом. Но это все равно интересно, правда? Так вот, линия, ну еще для полного, так сказать, этого, взять линейку. Линия плохого художника – это вот линия. Линия хорошего художника – это вот такая линия. Это вот такая линия. Это живая линия. Это вот мертвая линия, вот она. Нет, ну у меня даже, видите, она не мертвая. Мертвая линия – это вот такая. О, смотрите, она мертвая. Даже если я ее рукой проведу, она оживает. Вот она живая. Что мне нужно, что вам нужно от инструмента? От любого, даже от карандаша. Вот когда берет чертежник карандаш, то он делает вот эти сухие линии. Когда берет карандаш художник, то он превращает карандаш в инструмент авторства. Сейчас я ищу специально такой карандаш. Вот он, смотрите, вот. 0,5. Казалось бы, уже линия невозможно разную провести. А вы вспомните мои рисунки? Как я только вот этим, самым примитивным, не дающим толщины карандашом, как я только не рисовал. Смотрите. Он дает очень разнообразную линию. И начинаешь в этом получать удовольствие. Вот от этой работы. Понимаете? Так, так, так. Он дает разные штрихи. Он дает даже разные пятки. Это можно вот так вот сделать. Вот. Вот это рисунок. Простым карандашом, да? А уж если мы возьмем вот такой карандаш, да? Который я очень люблю с разным этим. Он дает и такую линию. Там видно, я надеюсь? Но им же можно и вот так вот провести. Использовать его во всем, его художественной прелести. И все это наполнено моим темпераментом. Какой-то он у меня есть, такой-то он здесь и есть. У вас другой темперамент, он будет другой здесь. Моим жестом. Вот я вот заряжен вот на такой жест. А вы, наверное, заряжены на другой жест тоже. Если он гармоничный у вас, если вы гармоничный человек. Не то чтобы гармоничный, негармоничный. Вот именно ваш рисунок будет отражать вас, проще говоря. Вот и все. И это и есть и авторство. Это и есть авторство. Вот инструмент нам нужен для того, чтобы не засушивать вот так вот, как учил этот самый. Нарисуем дом. Вот так, 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 так. Это сюда пойдет, там, это сюда пойдет. Здесь точка схода, здесь точка схода. Это какой рисунок, к черту? Да это не рисунок. И вот так якобы учитель рисования учит рисовать. Мне очень неприятно, что есть такие люди, которые все путают в своей жизни. Да нет, я не против черчения. Ну ты назови, что это урок черчения. А рисовать-то надо иначе, правильно? Даже взяв карандаш. Ладно. О, я все-таки вернусь, к чего начал. Итак, у меня была вот эта ручка. Вот. Вот я ее рисую. Вот я рисовал вот этот рисунок. Помните, сегодня днем здесь у меня что-то получилось-получилось, а здесь она уже замерзла у меня на морозе. И я взял тогда маркер. Какой? Где он тут у меня? Ну вот этот, по-моему, да? Я взял маркер. И начал этим маркером работать. Он очень тонкий. И линии сразу стали разные. Мне это не понравилось, но я все-таки довел этот рисунок до ума. Сейчас я его буду доводить до ума. И тогда я произнес там такую фразу, что мне остро не хватает, помимо ручки, ну, которая часто подводит меня, и вообще я хочу отказываться от этих вот авторучек. Я хочу перейти вообще вот перьям. Ну, их носить с собой, вот даже одно перо и чернилку, вот видите, вот перо. Мне больше нравится вот так вот рисовать, да? Ну, перо, вот видите? Вот. Вот линия. Вот. Конечно, я бы так рисовал. Разные перья есть. Есть перья. Ну, о перьях мы еще поговорим. Вот видите, как они рисуют? О, вот это перья. Видите? Вот перышко. И вот им рисовать так, 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 так. А то, а где надо, вот так. Вот это рисунок. Так вот, мне моя авторучка, вот эта вот хитро заточенная, вот эта вот, она дает такую возможность так рисовать. Но для этого надо делать хитрый жест. Я могу так вот рисовать, рисовать. А чтобы сделать такое перо, я ее быстро на 180 градусов поворачиваю и начинаю рисовать вот этой вот лицевой, скажем так, частью, которая мне дает возможность проводить аж вот такие линии. Видите? Вот оно какое перо шикарное. За счет того, что здесь вот это вот почти сантиметр есть вот это вот расстояние, и она этим сантиметровым расстоянием дает мне возможность делать линии самой разной ширины. Идеальная ручка, за исключением того, что она капризная. То она пишет, то она не пишет, то чернила замерзают на морозе, то еще что-то. Но, казалось бы, мне говорят, ну, возьми, или мне не говорят, я сам себе говорю, ну, возьми, в общем-то, не мучайся, возьми кисточку и рисуй кисточкой. Она же даст тебе как раз то многообразие, живость. Кисть, она вообще живая, она сама по себе живая, потому что кисть – это же… Что там кисть? Кисть – это волос. Живой волос. Вот он. А там белки. И даже сегодня, будучи синтетическими, они дают нам возможность давать вот эту вот линию. Ким… Господи. Опять я забыл его фамилию. Ким Джи… Ги? Ки? Сейчас я его найду. Нет, я его все-таки сейчас найду. А то я сегодня к своему позору… Сейчас я… Вот планшет у меня. Почему я его называю Ким Джигин? По-моему, не так даже пишется. Помните, я на него шаши рисовал. Так, где у нас тут YouTube? Ага, сейчас посмотрим. Нет, даже по первой букви он, наверное, введет. Вот Ким Джинги. Ким Ю… Вот он, вот он, Ким Джунги. Вот он, вот он. Видите? Посмотрите, найдите его. Ким Джунги. Ну, пишется-то по-разному. Ну, Ким, да. Вот он. Добрый день. Как ваш? Если хотите, я могу дать вам ссылочку. Причем, вот, очень хорошее вот это вот видео. Ну, что оно, не идет. Ну, куда? Вот. Это с ним интервью. Судя вот даже по лицу, по выражению его лица. Ну, прелестный человек, на мой взгляд. Я за ним уже слежу давно, следил. Вот. Я его рисовал. Я посылал ему рисунок, правда, безответно. Вот. Гениальный рисовальщик. Скетчер. Современный, да. Найдите его. А я к чему-то? Я уже забыл. А, так вот он рисует кисточкой. Он рисует брошпеном. И, казалось бы, и, казалось бы, ну, возьми. И вот все эти проблемы, которые все-таки так или иначе дает нам перо, или не решает всех проблем. Перо решит кисточка. Ну, кисточки тоже свои проблемы есть. Кисточки тоже разные. Вот сейчас, казалось бы, я взял кисточку, я смотрю, у нее кончик загнулся. Че с чего? Живой, живой. И она дает нам, конечно, самые разные и волосяные. У меня есть вот напрочь загнулся кончик. От чего? Интересно. У меня есть с собой брошпен. Где он тут? Вот он. Но он тоже будет сейчас капризничать. Потому что вот из холода в тепло его переносишь, меняется температура, он сразу течь начинает, сразу руки. Вот такие вот недостатки. Вот у него есть волосяная линия. Вот я могу ее провести. Но она... Сейчас вот он течет, потому что он в тепло попал. Вот надо его долго будет... Капризы. Капризы, капризы, капризы. Капризные. Самые не капризные, наверное, даже я вот сейчас хотел сказать, что вот кисточка, да, а оказалось, что она тоже у меня закапризничала. Надо идти брать вторую. Но для этого и нужен набор. Ладно, речь не об этом. Речь о том, ну а почему вместо опирания использовать кисточку и не рисовать ей? Кисточка сама дает возможность великолепный рисунок делать, настоящий рисунок. Кистью не почертишь. Кистью чертежа не получится. И вот Тим Джиги, Джунги, он кисточкой рисовал. Точнее, он рисовал брошпеном. Брашпеном вот таким вот. Я... Он кореец. Ну, это вот корейско-китайско-японская традиция. Они выросли на этих кисточках, да? Вот на этих вот. Ну, брошпен, кисточка, почти одно и то же. Вот. Вот все кончики позагнулись. От мороза, что ли? Я уже много раз рисовал брошпеном, я показывал. Но это не моя культура. Я все-таки, как ни крути, хоть я и в Азии родился, но я по культуре-то европеец. И каллиграфия у меня не кистью. Кистью каллиграфия – это у китайцев, да. Это они. Для них кисть – это родной инструмент. Они ее вот так вот вертикально держат. Они на весу руку держат чаще всего, да. Или, по крайней мере, они вот привыкли, у них вот это вот движение, рисование кистью. Помните их эти иероглифы там, да? Там что там написано? Давайте я вам напишу. Сейчас беседим, да. Ну вот, почти по-китайски написал, беседим, да. Ну вот их, вот традиция у них такая, такая. Вот, такого жеста. Но это не наш жест, он не европейский. Мы, наша традиция письма, это же у них письмо такое, они так пишут. А наша-то традиция письма, она перегивая, карандашная. То есть опора, рука лежит, либо рука работает вот этими суставами, вот. И мы, для меня привычно, опора карандаша, кончика, пера на бумагу. Вот этот скрип, он мне, это мой. Я его знаю. Вот это музыка. Это, это, это моя эстетика. И карандаш также. Это мой привычный с детства жест. И переходить на... Кисточкой мы раскрашиваем, правильно? Вот мы, европейцы, так сказать, мы кисточкой привыкли красить. Красить, не рисовать, кстати. Кисточкой красят, а не рисуют. Поэтому я не могу в силу своей культуры, в силу своей традиции, я не могу себе позволить кисточкой рисовать. Ну да, рисовать. Кисточкой я привык красить, скажем так. И поэтому я не могу. Хотя я этим делаю, я это делаю. Я часто кистью рисую. Рисую кистью. Хорошая кисть была. Ну что ж ты будешь делать? Что произошло с кончиком? Ну просто какая-то напасть. Просто он раз и испортился, как будто в одночасье. Когда брал, она была нормальной. Где-то еще была. Вот одна еще. Вот это вот вообще китайская кисточка. Ну что, тоже будет, подведет меня этот волос? Ну-ка. Вот. У нее вообще... Вон, видите какая? Тут даже, наверное, не видно на экране, какой толщины. Волосяной. Но у нее кончик, один волосок. Вот. И она, конечно... Вот, видите? Вот сейчас покажу. Вон она, какая тоненькая. Вон. Еще тоньше можно сделать. Ну потому что у нее на кончике один волосок. Вот видите? Ну, для этого нужно быть китайцем, чтобы вот этой кисточкой... Хотя это интересно. И я все-таки еще вернусь к кистью и буду кистью рисовать. Ну, для меня, естественно, короче говоря, для меня, естественно, рисование пером. Вот. Пером или чем-то более жестким, твердым, стержнем, стержнем. О, как я долго-то... О, разговорился. Так вот, господи, возвращаюсь к этому рисунку. Ну, я думаю, это всем интересно, кому-то интересно. Если это пяти человекам интересно, то дай бог. Возвращаюсь к этому рисунку. Вот это я рисовал ручкой, если вы помните. Сюда я перешел на вот этот маркер. Вот этот. И сразу видно разницу. Вы видите разницу? Сейчас я буду здесь исправлять как-то. Вот это разница. И тогда я произнес фразу, что я мечтаю иметь вот такой линер, ну или маркер тонкий, линер, да, который дает... Вот оно тонкое... Ну, он же дает чертежную. Он на то и линер, чтобы линии черти. А мне хочется, чтобы этот линер был разнообразным. Примерно такие у меня есть. Вот они. Ну, они не дают идеально тонкую линию, но зато он дает все-таки линию более разнообразную. Ну, она чуть-чуть разнообразнее. Видите? Она тоненькая такая, нажимаешь, она вот такая. Ну, все равно это уже более разнообразная. Она примерно по разнообразию, как авторучка. Но он не дает идеальную тонкую линию, как вот этот вот. А этот дает идеальную тонкую, больше никакую. Вот. Вот этот более разнообразный, и то потому, что я его как бы расписал. То есть вот он дает и тоненькую линию у меня, но все равно. И если сильно захотеть, он даст вот такую линию. Вот. Вот какой. Я не понимаю, почему. Жесткий. Причем он жесткий. Это как перо. Есть такие вот, где кисточка стоит. Там опять не жестко. А мне нужна опора. Мне нужна опора. Вот чем интересен, интересно вот это перо, вот это, что оно мне и при тонкой линии я чувствую опору на материал, на бумагу. Я чувствую. И при широком линии я тоже чувствую опору. У меня все время идет взаимосвязь руки с бумагой. Я ее не теряю. Когда я рисую кисточкой, вот кисточкой, у меня между рукой и бумагой какой-то воздушный, какой-то пузырь воздушный. Я вдруг перестаю вот в этот момент где-то ощущать материал. Может быть, в этом есть своя эстетика. Но вот это вот постоянное нарушение и держание руки на весу для меня, это моя личная проблема, скажем так, да, она мне как бы непривычна. Вот, простое слово. Мне нравятся вот эти линии, которые дает кисть, но мне это непривычно. Все мои рисунки выполнены вот примерно в такой манере разнообразной линии. Итак, я хочу от линии многообразия. Поэтому меня не устраивает вот этот простой линер. Меня устраивает вот эта ручка, но она очень капризная. Поэтому я сказал такую фразу. Ой, Господи, возвращаюсь. Кто бы сумел сделать, чтобы вот он был бы как ручка, чтобы можно было и так, а потом чуть-чуть наклонил, а можно было бы и широко писать. Ну, примерно как вот здесь, вот у этого уже подпорченного линия. Вот, то есть, делаешь так, так, так. Но это я сам так сделал, а потом поворачиваешь и вот так вот делаешь. Все-таки я это добился. Как? Вот. Теперь интересный вопрос. Что я сделал? А я взял и испортил его. Вот такой вот линер, видите? Вот он. Точно такой же этот вот. Они два брата-близнеца, только на этот я наклеил красненький ободочек, чтобы было понятно. Что я сделал с ним? А сегодня я его окончательно довел до ума, то есть, я его окончательно убил. Я его окончательно углубил. Сейчас покажу, что произошло. Вот он, его настоящий кончик вот такой. Видите, да? Сейчас я попробую приблизить, может быть, получится. Вот, видите? А этот я испортил. Что я сделал? Видите, я как над ним извратился. Мало того, что я его построгал ножичком, я его еще и вот так вот усилием своей руки изогнул. Это вообще какая-то синтетика. Ну, что-то типа твердого поролона или как это называется, не знаю. Капилляр, не капилляр, там что-то такое вот. Ну, это новый материал какой-то. Это вот одно и то же. Но только этот я подстрогал, я просто взял его и как гусиное перо подстрогал, по сути дела. Я взял вот этот вот ножичек. Что я сделал? Вот я сейчас рисую вот этот вот кончик. Он вот такой вот. Это дальше пошел вот этот вот. И здесь у него посередине идет канал капиллярный. И выходит он вот сюда вот таким маленьким-маленьким кончиком. Видите? А этот канал, он всего-то там, не знаю, полмиллиметра толщиной. А здесь пластмасса. Вот. Что я сделал? Я взял нож. И вот у этого вот срезал вот так вот. Вместе, кстати говоря, видите? Вместе даже вот с черным. То есть я его вот так вот срезал. Я обнажил вот досюда вот этот канал. Вот он здесь у меня вылез. Дальше я взял его и загнул вот так вот. Я сильно на него нажал. И, по сути дела, превратил его, видите, в перо. Ну, конечно, изуродовал. Но смотрите, что я теперь получил в результате. Я получил линер, имитирующий мою вот эту авторучку. Но только если я авторучкой рисуя, должен ее поворачивать вот так вот, то этот линер теперь мне дает возможность рисовать и рисовать. Вот. Ну, кстати, при поворачивании тоже. Вот когда я его поворачиваю вот так вот, вверх ногами теперь, то он мне дает идеально тонкую линию. Да? А вообще-то это у меня рисовальный инструмент. Я вот так вот. Вот видите, как он у меня... Он мне дает возможность делать вот такую живую линию. И даже с нажимом я могу нажимать. Более того, я могу вот так вот провести. Но сейчас уже тут чернила кончается, и у него есть недостаток. Конечно, его надо заправлять тоже. Вот, видите, что происходит. Вот здесь вот опять появился... А, я... Вот это между... Да, вот, видите? Это между черным и... Вот. Вот. Ну, так или иначе, так или иначе, этот линер дает мне теперь вот от такой вот линии. Видите? Так, я чуть-чуть подальше опять это двину. Вот. Вот от такой вот линии до такой вот. И теперь я уже и могу рисовать. Понимаете? Я себе сделал рисовальный линер. Я не знаю, долго ли он у меня продержится. Потому что я произвел над ним насилие. Вот. Долго ли... Ну, это вообще пластмасса. Она может быть даже долговечнее, чем металл. Вполне возможно. В конце концов, он стоит сто с чем-то рублей. Я пойду и себе десять штук таких куплю, и буду их всяко-раздо над ними извращаться, изгаляться. И так повторяю. Вот видите, что получилось. Я взял вот этот вот пластмассовый стержень. Внутри проходят капилляры. Здесь вот эта вот оболочка черная. Вот она. Видите? Мне это дает сейчас возможность очень живой рисунок делать. Я его взял вот так вот. Это красное. У меня далеко красное? Далеко. Под руками нету. Надо цветное. Дайду. Быстро. Нашел. Вот. Я его взял и вот так вот до сердцевины срезал ножом. А потом даже вот эту черную тоже срезал. Вот эту вот я выкинул. Потом я сильно его нажал. Вот в этом месте. Наоборот. И он у меня вот так вот выгнулся. И превратился здесь срезанно. Это черная пластмасса. Он у меня теперь капилляром вот наружу торчит срезанным. И приобрел вот такую форму. Видите? Теперь я им рисую. Это я сделал вот сейчас, придя домой. Доделал. Вернее, я его помучил, помучил одно время. Потом бросил. У меня не получилось. Он плохо писал. Сегодня я сел и добил. Вот это два одинаковых линера. Этот чертежный. Вот он. Примитивный. Его как ни поворачивай, он все равно дает одинаковую линию. И смотрите, какой живой вот этот линер. Вот. С живой линией. Теперь еще секрет. Все забывают, очень многие забывают, что все они, практически все, заряжаются. Они не одноразовые. Нет, ну, может быть, они и задуманы как одноразовые. Но, в конце концов, его всегда можно зарядить. Его всегда можно зарядить. То есть, почти у всех вот этот задний колпачок снимается и туда наливается. А уж что наливается, это вам решать. Ну, желательно, родную жидкость. Хотя совсем не обязательно. Поэкспериментируйте. Я вот сегодня туда налил. О, кстати, видите, я открыл, попал воздух, и он начал капать, протекать. Я сегодня, ну, тогда, знаете, что налил? Да вот эти вот чернила. Вот они. Обычные, школьные, вот эти черные чернила радуга. Гамма сейчас они называются. Я туда взял, налил. Туда еще можно вставить ватку. Накапал. Вот, вот, видите, протекает, протекает. Потому что, потому что, вот, когда это втыкаешь, там воздух образуется, он давит. Но, так или иначе, мне это на день, а то и два даст возможность рисовать. Закончится. Снова налью эти чернила. И, таким образом, за 100 рублей, я, кажется, получил совсем, совсем неплохой инструмент для рисования. Что я сейчас и сделаю, продемонстрирую. Буду вот им заканчивать вот этот рисунок. Итак, первая часть закончилась. Сейчас я включу другую запись и покажу, как я закончу вот этот рисунок. Кровка, прощайся. Придем через полчаса, скажем. До свидания. До свидания всем. До свидания. Не скучайте.